Приветствую! Пусть Иегова будет с вами. Сегодня я хочу рассказать вам о каменном угле. Каменный уголь – это изолятор молнии. Когда молния падает на землю, она уходит под землю, потому что не встречает в пути препятствий. Если бы на поверхности земли был какой-нибудь изолятор, то энергия молнии не могла бы пройти под землю, а распространялась бы над поверхностью земли. И когда она распространялась бы над поверхностью земли, энергия молнии как бы вылетала от всех иголок, если там поставить какие-нибудь иголки. И таким образом можно было бы создать озон. А если поверхность этого изолятора покрыть графитом, то замыкание графита с водой создавало бы много водорода и бикарбоната. А на самом деле всё так и есть. Вот посмотрим священное писание, перевод нового мира. Откроем Псалом 18, 11 стих. Он сделал тьму своим укрытием. Вокруг него, как шатёр, были тёмные воды, густые облака. От сияния перед ним двигались его облака. Сыпался град и горящие угли. Его прогремел на небесах, Всевышний подал свой голос. Обрушил град и горящие угли. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и металл молнии, чтобы привести их в смятение. Обнажились русла потоков, открылись основания земли. То есть, энергия молнии распространялась по поверхности изолятора. И от стрел, то есть, в священном писании говорится от стрел и молнии. То есть, молния – это статическая энергия, а стрелы – это растительные листья, хвойные деревья, кактусы. А ещё, в отличие от растений, растительных стрел, есть ещё животные стрелы. Например, игла ёжика, любой мех животного, и, конечно же, волосы человека. Это тоже стрелы. Потому что энергия молнии, когда вылетает от волос, плюс выходит, а от воздуха втягивает минус. А этот минус через ноги от земли втягивает водород. Водород появляется после пожара. После пожара появляются древесные угли. Когда энергия молнии проходит через древесные угли, она замыкается. И когда идёт дождь, угли становятся сырыми, и сырые угли, замыкаясь, создают анион бикарбоната и катион водорода. Вот. Именно эти катионы водорода, то есть плюсовые водороды, при выходе плюса втягиваются под волосы. Именно когда энергия плюс выходит, плюс водород втягивается. Потому что когда энергия плюс от волос выходит, она втягивает минусовые электроны, а минусовые электроны втягивает от ног катион водорода. Молния бьёт примерно 7 часов, потому что в вечернее время на горе, когда тёплый воздух выходит, она начинает образовать большое облако, и она как бы начинает бить молнии. Если это гора, там значит много каменного угля. каменный уголь – это изолятор молнии. Вот. Если есть истрелы, растительные истрелы, энергия молнии плюс вылетает, и катионы плюс подходят к этим листьям, потому что энергия молнии плюсовая выходит от листьев, ну вот, растительных листьев вылетает, и минусовые втягиваются листья, через корни втягивает катионного дрота. А ночью всё это светится. То есть, листья, они, когда энергия вылетает, они светятся. Также и волосы человека тоже светятся. Борода, усы тоже начинают светиться, и все эти маленькие волоски тоже светятся. Также брови, всё это светится, как в фильме «Аватар». А свечение растений светится, как эффект Кирлиана. Эффект Кирлиана. Вот. И когда энергия молнии вылетает от волос, она под волосами начинает стимулировать кровь. в течение семи часов, превращая её в стволовую клетку. То есть, есть вот такая научная книга, где говорится, что когда энергия проходит через вот, через кровь, она постепенно, кровь превращается в индуцированную кровь, то есть, стволовую клетку. А из стволовой клетки она превращается в другие органы. Вот. Кровь после стимуляции электричества превращается в стволовую клетку, а стволовая клетка превращается в кость, мускулатуру, кожу. Я примерно тоже как бы подражая этому изолятору молнии, создавал статические генераторы, чтобы мои волосы вставали дыбом и под ногами пускал много катионового дрода, аниона гидрокарбоната, чтобы максимально приблизить эффект каменного угля. после этого у меня появились какие-то странные белые пятна на коже. Вот, например, вот здесь. А ещё есть странные пятна в ногах. в обоих ногах, где я ставил в таз с водой, где было много водорода. Здесь ещё в этой технологии используются гормоны, а именно гормон тестостерон и гормон дегидротестостерон. То есть, если человек ходит постоянно в тепле, у него много тестостерона. А когда идёт дождь, у него появляется много дегидротестостерона. Дегидротестостерон отключает иммунную систему. Если отключается иммунная система, то это каким-то образом влияет на регенерацию. В этой книге они в попытке как бы превратить вот этот кровь стволовую клетку использовали антибиотик. Ден предложил, чтобы мы использовали определенные известные метаболические ингибиторы, которые разрушают белковую РНК, ДНК систему, чтобы видеть могли ли бы мы предотвратить ДЕДЕФЕРЕНТАТИОН, один такой ингибитор антибиотик. Ну вот, эти исследователи использовали антибиотик, чтобы кровь превратилась в стволовую клетку. А в природе таким антибиотиком является именно гормон тегидротестостерон, который образуется из тестостерона в холоде в половых органах людей. То есть, достаточно, чтобы мы ходили на изоляторе молнии, и когда идёт дождь и холод, то человек начинает мёрзнуть, и половые органы создают из тестостерона много дегидротестостерона. И через пятки входит именно много водорода, а водород схватывается тестостероном превращая превращаясь в дегидротестостерон. И ещё здесь для регенерации, то есть, для восстановления нужна температура. То есть, наша среда как бы не даёт нам повысить температуру тела. То есть, если выходит много энергии через волосы, через стрелы, создаётся много озона, и атмосферное давление увеличивается. И если атмосферное давление увеличивается, температура воздуха как бы повышается, и человек находится внутри, как бы внутри, как ребёнок находится внутри матери, беременная женщина, там она как бы в тепле создаёт регенерацию как бы новое тело. Точно так же, если мы после изолятора молнии, то есть, после этих процедур, будем находиться в тепле, тогда и произойдёт эта регенерация тканей. Здесь нужны как бы дополнительные эксперименты и дополнительные исследования. К сожалению, таких экспериментов провести я пока не могу. На что есть, то и говорю. Вот. То есть, главная суть того, что я говорю, это то, что мы ещё ничего как бы толком не знаем, но пришли к такому моменту, когда открываются нам новые истины, то есть, новые истины, которые нашли в священном писании истины, которые оставались ещё непонятными в фундаментальной науке. Можно об этом как бы рассказывать бесконечно, потому что всего этого внутри много, и в течение этих десяти лет я записал для вас много видео и много рассказывал, писал в интернете, и теперь для вас есть как бы много материала, чтобы вы сами начали исследование. Итак, приступайте к пониманию изолятора молнии, каменный уголь, потому что будущее человечества связано именно с изолятором молнии, каменный уголь. Вам всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, смотрите мои видео и комментируйте, отвечу всем. Спасибо за внимание.